Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, и мы сегодня с новой серии на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу новые спойлеры будущего обновления, которые по идее должны выйти примерно, возможно, в следующем месяце, почему, об этом расскажу в конце ролика, поэтому смотрите видосы с начала до конца, и давайте постараемся на ролике показать очень хорошую активность, давайте реально наберем 200 лайков, если же не забывайте выйти по промокод, пишите слэш мм, 7 пункт промокод, указать друга ютубера, и вводите промокод полканов, за этот промокод вы получите 350 тысяч, вам всего же нужно зайти на любой сервак, ввести ему промокод, качать уровень, вы получаете бабки. Спойлеры реально, пацаны, будут очень сочные, поэтому смотрите ролик, я реально вам покажу, очень интересные спойлеры, которых, я думаю, многие из вас не видели, мы их подробно рассмотрим, посмотрим, обсудим, в принципе, я думаю, вам реально это понравится. Ролики, которые я снимаю про спойлеры, про обновления, вам хорошо заходят, я надеюсь, это видео тоже будет не исключение. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, начнем с первого спойлера, это получается у нас ежедневные задания будут обновлены, будет новый дизайн, будут новые задания. Теперь для получения медали будет не три задания, а пять, пацаны, да, то есть я не знаю, с чем это связано, возможно, за это выполнение будут призы какие-то получше, поинтереснее, может быть станет лучше фарм спец очков, либо еще что-то поменяется, но, пацаны, теперь будет как бы сложнее, потому что теперь надо будет выполнять больше заданий. Ну а с другой стороны, как бы вам будет чем себя занять, потому что вот зашел, как бы вот, ежедневное задание, выполнил, получил свою награду, как бы и так далее. Следующий скриншот, как это сказали, это будет новое мероприятие, какое именно, не уточняли. Я честно вот смотрю на этот скриншот, и я не могу понять, что здесь будет. Возможно, здесь будут какие-то перестрелки, либо здесь будут какие-то новые контейнеры, может быть, знаете, как есть такие вот видосики, там, допустим, в ютубе, то, что берут, там, открывают старые контейнеры заброшенные, и оттуда всякие вещи продают, может быть, что-то типа такого. Но мне почему-то кажется, что это больше будет какая-то перестрелка, но, с другой стороны, почему именно так локация выглядит, почему именно контейнеры, понимаете? Возможно, это будут, знаете, системные какие-то мероприятия, либо еще что-то, но в любом случае выглядит прикольно. То есть вокруг такая стена, у нас получается такая вот территория с забором, и в ней много-много контейнеров, всякие коробочки там и так далее. Следующий скриншот, это у нас, получается, будет тюрьма, то есть тюрьма второго режима, она же будет фракцией, поэтому для фракции будут сделаны вот такие вот автомобили, это, получается, бусики такие фольксвагены и автозаки в виде камазов. То есть вот так вот выглядит эта территория, в которую будут заезжать, получается, машины, и отсюда, с этих ворот, получается, будут увозить зэков, либо привозить, либо увозить там и так далее. Это только одна, там, пятнадцатая часть, по-моему, этой территории. То есть сама территория в Син, это будет Син, получается, будет новая фракция. Кто не знает, у меня там видос на канале выходил, можете посмотреть, я там подробно про эту фракцию рассказывал и показывал уникальные скриншоты. То есть да, пацаны, это будет как бы новая фракция в Син, у неё будет свой транспорт, у неё будет своя система, своя территория. То есть, ну реально, очень, очень будет большая фракция, очень будет большая территория. Я надеюсь, что сама система в этой фракции будет хорошо проработана до самых мелочей, и реально мы кайфанем с этой всей системой. Следующее, о чем бы я хотел с вами поговорить, это получается система таксопарка, она будет обновлена, и давайте я вам сейчас в принципе расскажу, а точнее прочитаю, что конкретно там будет. В обновление будет добавлена возможность увольняться с работы таксиста, джоплявы, не уходя при этом из таксопарка, точно так же можно и в транспортной компании. Также для владельцев таксопарка добавлена функция автопринятия в таксопарк. Включив эту функцию, если в вашей компании будет место, то игрок, который устроится на работу таксистом, в вашем таксопарке автоматически будет принят к вам в таксопарк. Если же мест не будет, или функция будет выключена, то игрок просто будет иметь работу таксиста, естественно не имея никакого функционала для работы, пока не вступит в какой-нибудь таксопарк. Таким образом, любой участник таксопарка, даже владелец, могут уволиться с работы таксиста Джо Пляве и пойти работать другую работу, при этом имея весь доступ к C-меню. Также был вовлен список улучшений таксопарка за энергетик, но об этом позже. То есть да, пацаны, вот такое вот крутое обновление выйдет именно с таксопарком, то есть его давно как бы не трогали, его я помню как добавили год назад примерно, так в принципе его и не трогали, то есть функционал как бы не менялся. А теперь добавить новые плюшки, новые фишки и новые возможности, за которые как бы нужно будет расплачиваться наградами. Давно все полностью прокачали свои таксопарки, как бы уже все что можно с ними сделали и у многих там копится очень много наград, там по 1000 наград, может быть больше, может быть меньше, их попросту некуда тратить, понимаете. И как бы разработчики я думаю это увидели, это поняли и скорее всего они добавят какие-то плюшки, какие-то улучшения, на которые эти награды можно будет потратить. То есть я считаю очень крутое улучшение, но было бы еще неплохо, если бы они что-то еще добавили в транспортную компанию, потому что с ней по-моему давно тоже ничего в принципе не было и не менялось. Поэтому было бы неплохо как-то тоже знаете, менять внешний вид своей компании, чтобы тоже как-то выделяться, потому что ну все компании они одинаково выглядят, ну и хочется реально как-то выделяться. Не только названием компании, а и внешним видом. Следующее получается обновление, ну точнее спойлер связан с ESS, то есть Единая служба спасения. В ближайшее обновление мы собираемся добавить в ESS крутую штуку, которая сильно разобрает текущую жизнь данной фракции. На скриншоте предоставлена суть системы, думаю, что тут все понятно. Сама система сделана таким образом, что в ней не было принципа. Приедь, встань, на чекпоинт уедь. Каждое действие медика, который приедет на вызов, будет иметь свой вес. Сотрудники ESS будут должны не только быстро приехать на соответствующий вызов, но и знать необходимый минимум, чтобы оказать помощь. Это очень краткое описание, все остальное вы видите в обновлении. То есть да, пацаны, вот такой вот получается постик. Здесь есть скриншот, на котором в принципе показана сама эта система. Там есть номер вызова, пациент, пол, диагноз, местоположение и статус. То есть, ну это будет реально прикольно. То есть, это реально разнообразит саму вот эту ESS, потому что особо там делать нечего. Именно у пожарников есть какая-то, знаете, функционал какой-то там, ездить на вызовы, там, тушить пожары, туда-сюда. А у медиков, по сути, ничего нету, только лечить пациентов в больнице, там, от всяких болезней, наркозависимости, там, и так далее. Следующий спойлер, это получается у нас система граффити. Очень много с ней есть спойлеров, очень много скриншотов, и никто до конца не понимал, как это будет работать. Недавно показали видео, в котором показан, в принципе, весь функционал, и показана сама суть этой всей системы. И сейчас, как бы, перед вашими экранами, глазами, глазишками, видеоролик, как бы, этого спойлера, получается, здесь будет взаимодействие с граффити. Первое, это начать процесс нанесения нового граффити, закрасить текущий граффити, восстановить целостность граффити, процент контролируемого граффити, покупка ресурсов. Данная темка, пацаны, будет доступна, получается, криминальным организациям, а именно панкам, скинхедам и байкерам. И также, эта система будет предоставлена для семей, пацаны. Но, скорее всего, вот это улучшение, чтобы таким заниматься, нужно будет покупать, пацаны, за ваучеры. Также, как мы видим, то, что будет еще четыре разных красок, то есть, будет краска высокого качества, низкого качества и ведро с эмульсией. То есть, будет вот такая вот тоже темочка. Где это покупать, нужно будет, пока неизвестно, в принципе. Но, пацаны, сама система довольно-таки интересна, реально, потому что, ну, это реально будет прикольно. То, что нужно будет там закрашивать и за это получать некоторые плюшки. Теперь, пацаны, самое просто интересное. Я думаю, у всех был вопрос, вообще, для чего это нужно будет? В каком, какой в этом смысл и в какой вообще в этом плюс? Будет ли заработок какой-то, будут ли какие-то плюшки? За каждое закрашенное граффити, ну, либо нанесенное граффити, вы будете получать контролируемые территории. Территории вам будут давать патроны, материалы и деньги. И эти деньги, материалы и патроны будут приходить, получается, к вам на склад. Либо на склад организации, либо на склад семьи, если у вас куплено улучшение. Ну, и последний скриншот, последний спойлер, который я хотел бы вам показать. Это самый свеженький, пацаны, спойлер. Это, получается, будет у нас обновленная рублевка возле Анашана. То есть, рублевка южного, пацаны. Да, очень много с ней произойдет изменений. То есть, будет такая вот набережная. Будут новые, получается, места для рыбалки. И, как мне кажется, будет больше домов. Возможно, я, пацаны, ошибаюсь. Я, пацаны, честно, не буду, как бы, утверждать то, что стало больше, меньше, там, и так далее. Увидим, пацаны. Выйдет обнова, тогда уже узнаем. Заранее, там, паниковать, продавать дома не надо, пацаны. Мне вот интересно, вот, допустим, с рублевкой южного вот такие вот изменения будут. А вот, допустим, с рублевкой Арзамаса вообще какие-то изменения будут. Потому что ее было бы неплохо тоже изменить. Потому что она какая-то, знаете, такая... По сравнению с рублевкой южного, рублевка Арзамаса очень-очень такая скромненькая, знаете. Ну что же, дамы и господа, надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что было реально очень много спойлеров, довольно-таки интересных, реально сочных, которые, я думаю, многие из вас не видели. Мы подробно с вами всё разобрали, посмотрели, и теперь самый главный вопрос, когда выйдет обновление? Я думаю, всех это интересует. В этом, пацаны, месяце обновление точно не выйдет, потому что об этом писали в официальной группе, по-моему. Либо в группе разработки, либо там в Телеграме, короче, в этом месяце, пацаны, обновы не будет. Может быть, произойдёт чудо, и они всё-таки выпустят обнову, но я в этом сильно сомневаюсь, потому что уже 23 число, в принципе, смысла выпускать обнову в этом месяце уже, по сути, нету. Поэтому надеюсь, что всё, в принципе, будет хорошо, я надеюсь, что обнова выйдет в следующем месяце. Всех обнял, приподнял, всех жду на проекте AmazonHolyPlay, второй сервачок, вводите промокод, все ссылочки есть в описании, всем пока-пока.